Уважаемые министры внутренних дел стран Содружества независимых государств, уважаемые участники заседания, приветствую вас на берегу жемчужина Кыргызстана, озера Иссык-Куль. Очень рад нашей встрече. В этом контексте Министерство внутренних дел Кыргызстан обеспечивает решения поставленных в правоохранительной сфере задач. Сегодня в стремительно меняющемся мире актуальной задачей для нас является адаптация к современным реалиям. В Министерство внутренних дел Кыргызстан за последнее время проведено ряд организационных и иных мероприятий, направленных на охрану правопорядка, борьбу с преступностью, обеспечение безопасности населения, создание условий для мирной и стабильной жизни граждан. В рамках реформирования органов внутренних дел Кыргызстана во всех регионах республики функционируют передвижные приемные милиции, центры и пункты предоставления государственных услуг по принципу единого окна. Государство на постоянной основе работает над улучшением материального и социального положения сотрудников внутренних дел. В рамках этого в городе Ош завершено строительство 240-квартирного дома для сотрудников милиции. Завершается строительство нового здания войсковой части 707 внутренних войск МВД. В век высоких технологий процесс цифровизации не обошел стороной и деятельность Министерства внутренних дел Кыргызстан. В рамках реализации мер по цифровизации в настоящее время в общественных местах установлено 2141 видеокамер. Из них 200 видеокамер отслеживают криминовенную ситуацию в стране в онлайн-режиме через Единый центр оперативного управления. До конца года запланировано установка еще более 240 видеокамер. Также в текущем году создано отделение по информационно-техническому обеспечению и борьбы с преступлением в сфере IT-технологий. Должен отметить, что потенциал Министерства внутренних дел Кыргызской Республики позволяет в полной мере утверждать о его готовности к современным вызовам и угрозам, обеспечить права, свободные и законные интересы граждан. Отрадно, что расширяется сотрудничество с зарубежными партнерами в многостороннем, двустороннем форматах, в том числе со странами СНГ. Уважаемые друзья, мы должны действовать солидарно, быть готовым к любым внутренним и внешним факторам, а также вызовам и угрозам в целях сохранения стабильности и мира в наших государствах. Необходимо отметить, что в рамках СНГ Совет Министров внутренних дел является одним из важных и эффективно действующих механизмов в этой сфере. Для Кыргызстана важны вопросы, связанные и с миграционной политикой, в частности, обеспечение свободы пересечения внутренних границ Содружества. Призываем к активизации сотрудничества в сфере трудовой миграции в качестве приоритетного направления взаимодействия, важность которого обусловлена сохранившимися узами дружбы. Убеждены, что решение проблемы согласованного регулирования трудовой миграции состоит в предоставлении трудящимся мигрантам, равных населениям страны пребывания, прав при приеме на работу и расторжении трудовых соглашений. Уважаемые участники заседания, убежден, что в ходе заседания вам предстоит рассмотреть весьма актуальные и важные вопросы дальнейшего сотрудничества и развитие правовой основы многостороннего сотрудничества и выработки общей стратегии по противодействию транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков, оружия, международному экстремизму, терроризму и другим видам преступлений. Вместе с тем, в деле обеспечения общей безопасности и стабильности не менее важным является продолжение взаимодействия органов внутренних дел Содружества по обмену информацией о готовящихся и совершенных преступлениях, содействия в розыске лиц, скрывающихся от уголовного преследования, а также проведение совместных учений, оперативно-розыскных и профилактических мероприятий. Сегодняшнее совместное заседание является еще одним шагом, способствующим развитию взаимодействия в борьбе с преступностью. Уважаемые министры, должен отметить, что на встречах глав государств Содружества независимых государств придается особое значение вопросам безопасности и отмечается прогресс в данном направлении благодаря вашей слаженной работе. Уверен, что сегодняшнее заседание станет залогом обеспечения мира и безопасности во благо народов и стабильности в наших государствах. Благодарю за внимание.